Мы не политики, поэтому нам проще. Нам никто не задаст вопрос, как вы считаете в Думе выборы. Прошли так, как вы считаете, и так далее. Поэтому нам спокойнее, политикам сложнее здесь выкручивается. И мы более симпатичны, потому что мы никому не указываем, как жить, не упрекаем или даже не опасны, потому что с нами можно общаться. Независимо от того, на каких отношениях государство. Я считаю, что дипломатам надо было бы всем изучить актерское дело. Хотя некоторые от природы дипломаты, им не надо ничего учить, так как есть актеры, которые тоже от природы актеры. И они приходят, и они прекрасно работают в актерской профессии. Таких случаев очень много. Своё актерское прошлое, тоже удачное, Будрайтис теперь часто называют хобби. Хотя время от времени выходит на съёмочную площадку только в России. В будущее он не заглядывает, но видит его в красках не российского, а литовского триколора. В Литву вернётся скоро. Чемоданы пока не собраны, но их основное содержимое известно. Записные книжки с именами и телефонами многочисленных российских друзей и живопись. Не чужая, а его, Будрайтиса собственная. В офисе литовского атташе скопилось сотня картин. Они бережно заключены в рамке для красоты и обтянуты полиэтиленом для сохранности. Рисовать советская кинозвезда начала очень давно, от скуки, в перерывах между съёмками. Абстрактные картины настроения Будрайтис создаёт только акварелью. И только на невзрачной почтовой бумаге обёрточно-коричневого цвета. Утверждает, что белизна чистого листа его пугает. Впрочем, как и выставление своих картин на всеобщее обозрение. Работы Будрайтиса видели немногие. А об увлечении звезды живописью знают единицы. За 8 лет службы в ранге атташе по культуре актёр политически пережил многое и многих. Смену литовского правительства, кампанию по вступлению родины в Европейский союз, двух послов Литвы в России. Из-за этого Будрайтис под огнём критики. На родине его обвиняют в прорусских настроениях. В странах Балтии это не в чести. В Москве твердят, что Будрайтис засиделся в дипломатическом кресле, тёплом и уютном. Но на все критические уколы у актёра есть один ответ. Сам он к государственной службе не стремился. Никогда себя не рекламировал. А при входе в Литовский культурный центр в Москве никого не расталкивал. Почему так получилось, что мои коллеги остались при театре, а я, собственно, как-то ушёл в совсем другую деятельность. Но здесь вопрос такой, что мои коллеги – они настоящие актёры, они театральные актёры. Я себя не считаю театральным актёром, я не собирался им быть никогда. Просто я случайно попал… То есть не случайно, может быть, закономерность определённая была, потому что я как случайно попал в кино. А через кино познакомился с некоторыми людьми, которые работали в театре. Вот они меня привлекли в театр на 6 лет примерно. Ну, правда, там отзывы были хорошие, что касается моей работы. И могло бы меня как бы это заинтересовать и задержать на более длительное время в театре. Но так сложилось, что меня не очень там пригрело душу это. Хотя я играл очень интересную роль и ведущий, замечательный репертуар был. Но всё-таки как-то мне казалось, что не хватает мне пространства какого-то, не хватает более свободного общения. Так случилось, что как раз было предложено мне ехать в Москву в роли Атташе по культуре. Я подумал, что такой роли не исполнял, поэтому даже очень интересно попробовать, как это всё выглядит, но это было такое подозрение, что я буду где-то на 3 года. Ну, а так вышло, что, видите, уже и один посол прошёл, и другой прошёл, и уже третий посол, а я ещё работаю на этой должности. И самое смешное, может быть, а может, нельзя сказать слово смешное, а может быть, надо сказать, самое неожиданное вот так в этом, то, что мне это понравилось. А понравилось не просто, что там приёмы или там, скажем, какие-то встречи с кем-то, просто потому, что это как бы продолжение творчества. Всё равно создать программу, создать какое-то, придумать мероприятие, его обработать, его превратить в реальность из того задуманного, это есть тоже очень большое творчество, и я в этом убедился, что мне это кажется не меньше даже, чем режиссура. Работать локтями и использовать собственную славу в личных целях холодный литовец Будрайтис не привык. Грязные методы не для него. Хотя звёзд, рвущихся в политику и на государственную службу, он не осуждает. Говорит, что человеку искусство, вышедшему в тираж в силу возраста, нелегко обрести себя и остаться звездой. Как правило, актёры идут в политику как на почётную пенсию. Для них сценаристы пишут слишком мало возрастных ролей. С молодыми и успешными звёздами, становящимися политиками, история другая. Партии их популярность доют, как корову с огромным выменем, вынося громкие имена на свои знамёна. Пешка в руках чьи-то тоже может быть, скажем, Вот он как бы подставное лицо, которое отражает мнение какой-то группы людей. И он соглашается на это. Ну, то ли из-за того, что ему много платят, то ли ещё какие-то другие расчёты есть. Тут трудно сказать. Но, допустим, наверное, ещё и существует такой момент, как эго человека. Вот ему недостаточно самореализации вот такой, который он существовал, скажем, если брать того же Шварценеггера, чтобы упомянули. Ну, наверное, он в силу своих ролей, своих образов, он считает, наверное, что он более достоин занять какие-то руководящие должности, может быть. И эго человека, оно свершает иногда очень большие, так сказать, свершения. Бывает даже так, что, ну, уже приелась вот деятельность в одной сфере. И говорят, что 7 лет у человека есть работа в одной сфере, скажем, ну, как бы оптимально он себя может выразить. Но после 7 лет уже надо ему менять деятельность, род деятельности. Ну, один по ступенькам карьеры идёт, значит, там меняется. Другой там что-то придумывает, скажем, актёр, режиссёр приходит, или режиссёр, актёр, или сценарист и так далее. Мне показалось, что у меня органично вот так, в какой-то мере каждому характеру есть случайность. Вот, а мне случайность такая была, что попал в кино, и вторая случайность, когда мне предложили вот на эту работу. Опять-таки, я сам не искал этого. И, ну, такой у меня характер, видимо, сложившись, что вот приходит время, складывается так обстоятельство, что тебе предлагают нечто. Я снимался, если так сказать, почти все фильмы на русском языке. Почти все фильмы, исключением литовских фильмов. Даже если я снимался в Эстонии или в Латвии, всё на русском языке. Поэтому считается, что русский язык, он как бы мне, ну, очень-очень важный. Я на этом языке все свои работы сделал. На фестивале, допустим, мне дали эту бирку «Россия», актёр, да, «Россия» на Мирновом фестивале московском. Ну, я не обиделся, потому что, ну, так написали. Ошиблись, конечно, не хотели исправить, но я говорю, ну, пускай уж будет так. Я ведь в российских фильмах тоже снимаюсь. Поэтому здесь нет ни предательства моей родины в этом смысле. Я её очень люблю, обожаю и хочу, чтобы она была очень хорошей страной. Я не прорусский. С другой стороны, почему прорусский я тоже могу быть, естественно, потому что, ну, я страну эту лучше знаю, нежели какой-нибудь англичанин или американец. Поэтому в разговоре с ним я могу кое-что сказать. И хорошее, не только плохое, если кто-нибудь говорит только плохое. Но свою страну, как я уже говорю, я никогда не предам и не предал. И я буду только о ней думать и её защищать, и, так сказать, её ухорашивать. Поэтому я лично себя считаю литовцем. И всё. Иногда ещё, может быть, остаётся надежда на кино. Всё-таки это моя огромная любовь в жизни, в кино. И есть какие-то фантазии, может быть, снять что-нибудь или, может быть, ещё сыграть. Но вот этого я не отрицаю. Это, может быть, и случится. Субтитры подогнал «Симон»